Привет! Сегодня говорим про то, а нужно ли ждать? Нужно ли ждать вообще чего-то? Вы на канале с Аленой, здесь про здоровье, ментальное и физическое. Я медицинский психолог, практикую натуропатию и здоровый образ жизни, максимально здоровый. Насколько я могу себе этого позволить, не загоняясь. Ребят, сегодня говорим про то, что называется «стоит ли ждать?» Стоит ли ждать принца, стоит ли ждать бизнес, стоит ли ждать ситуацию, стоит ли ждать подходящее состояние, стоит ли ждать, стоит ли ждать, стоит ли ждать. Ребята, вот мне пишут такие вопросы, я могу сказать, не стоит вообще ничего ждать. Нужно каждый раз максимально действовать, но не глупо, потому что бывает, многие действуют просто так, вот просто, как говорится, шоу-було, так действовать не нужно. И я считаю, что во многих случаях для того, чтобы справиться с любыми состояниями, какие у вас есть, важно помогать первично своему телу. Когда тело более-менее здорово, когда есть ресурсы, когда есть эмоциональное состояние, когда есть внутренняя такая поддержка, это четко даст вам энергию, энергию развития. Ничего не стоит ждать, ни нового принца, ни бэху, ни нового бизнеса. Нужно делать то, что вы умеете, максимально развивая свои навыки, способности, направления в том ракурсе, локусе, который вы видите. Ожидать того, что вы выйдете замуж, разведетесь, переедете, не нужно, если вы, например, никогда не занимались этим всерьез. Соответственно, здесь нам нужна просто маленькая фишка, которая называется восстановление. Очень-очень часто мы имеем проблему, которая связана с ментальным дисбалансом. И здесь нас что-то постоянно ограничивает. Ждать можно тетю, дядю за границей, можно еще кого-то. А когда у тебя есть конкретные цели, например, здорово себя чувствовать, например, родить детей уже со своим бизнесом, например, иметь свой продающий курс, например, ну какие цели там, пишите под видео, какие у вас цели, пусть ваши цели в этом году сбудутся, потому что я очень хочу. Я правда рада тем, кто на моем канале и у кого есть какие-то вопросы. Следующее. Если мы с вами говорим про поддержку своих целей, то здесь важно ни в коем случае не ждать. Не ждать, что вам купят новые сапоги, что вы купите новые какие-то витамины, что вы съездите куда-то. Очень важно расписать это все и начать делать. И у меня в одном ролике про карта желаний были многие такие моменты. Поэтому, пожалуйста, я вас очень-очень прошу обратить внимание на то, что жадность, бездействие, глупость, она приводит к тому, что человек тратит драгоценное время. И да, ребят, ваше время напрямую зависит от того, как вы вообще, в принципе, себя ведете в течение своей жизни. Напишите под видео, чего вы ожидаете и где вы свои годы где-то упускали. Может быть, есть какие-то другие ситуации, которые можно изменить и которые вы хотите изменить. Ваш психолог Алена. Пока-пока.